всем привет с вами help с очередным обзором мультиплеерных поединков и сегодня поединок флаг с тла на сусера за лизардов он идет и викинг идет он на за тамбов на что хотел бы обратить внимание вот в составах и хотел бы услышать ваше мнение по итогам этого поединка вот в комментариях то есть у меня посмотрите какое сложилось впечатление по ходу этого поединка я один раз сейчас скажу в начале и уже не буду к этому возвращаться вот у нас стали разрешать на турнирах брать крок гара и то есть ну по факту у нас гремлок плюс карнозавр то есть два карнозавра по по факту составе лизардов на два вот этих вот мощных единичных юнита которые кстати достаточно хорошо заходят и против пехоты они только против монстроты и с другой стороны у нас тамбы которые не могут брать два сингла если у архана есть хилл определенный какой-то дисбаланс здесь намечается вот вот этими правилами может быть я ошибаюсь здесь и преувеличивает а и конечно же есть составе тамбов юниты которые вполне могут бороться с этими крупными монстрами такие вот как у шепки с большими луками но два без хила против двух с хиллом мне кажется все-таки преимущество здесь на стороне тех парней которые с хиллом и вот я все-таки обращу внимание на этих у шепки очень нравятся мне вот эти вот отряды составе тамбов не дотягиваемся до генерала лорда либо героя они ведут обстрел элиты посмотрите то есть еще не подошла храмовая стража а уже посмотрите сколько она потерял то есть вот вдвоем они отстреливают все это дело великолепно то же самое касается тех избранных с алибардами за хаос или любой другой такой пехоты даже со щитами посмотрите в лоб обстрел отстреливают так что вот тут добегает фиг да маленько ну и поскольку у шепки заняты отстрелом пехоты вот эти две крупные цели наши крок гар и шрам ветеран они шпарят в обход по флангу так что это у нас тут кастуется кастуй баба кастуй дед улучшена роковая стая еще и liber mortis здесь же по ходу но поскольку в общем то основная схватка она пока вот здесь разворачивается в лесу и архан что-то медлится с отбрасыванием бьюны ну я думаю скоро мы увидим да вот она завры войны со щитами почему-то именно на них отбрасывает здесь свою бину но скорее всего это вызвано тем что правый фланг тамбов он по пехоте намного слабее вот эти вот завры войны со щитами они борются с вот этими скелетами копейщиками и не долг тот час когда они вот эти завры войны со щитами тем более под одной вычкой уже они их просто-напросто сломают тем более мы видим что они начинают моргать ушепки между тем продолжают отрабатывать по крок гару который прожимает тоже все что только можно ну а падальщики находят себе жертву жреца сынка в звере и начинают гонять его по полю боя хотя я вот в такой ситуации наверное не задумываясь кинул бы бьюну на какой-нибудь вот из этих отрядов и не заморачивался бы тем не менее вот очень хорошая ситуация скелеты копейщики как-то так вот вышли тут из боя и завры эти они все-таки висли здесь больше на алебардах и пошел отхил разумеется то есть нужно сдерживать не вот очень интересная ситуация отхил идет именно на лес то есть посмотрите вот она фронтальная вот это вот линия обращает внимание викинг что вот эти два отряда стражи город гробниц достаточно успешно пока сдерживают натиск и храмовой стражей и завров воинов со щитами в то время как в лесу ситуация в общем-то за счет того что наседают на правом фланге завры воины со щитами все-таки они вот про атаковали этих скелетов копейщиков и завры воины обычные достаточно успешно бьются сейчас со стражей гробниц плюс роковая стая естественно сюда откидывалась которая модельки у нас не убивает но снимает хп соответственно он делает правильный выбор именно в лесу он бросает вот этот вот клинок более того именно вот эти вот два юнита ключевые сейчас для тамбов поскольку они по факту прикрывают путь к тем же самым ушепки именно вот с этой вот центральной части здесь эти два держатся а здесь соответственно понятно расклад вот такой вот да заходят с тыла когорта сынков но что такое когорта сынков она сразу попадая здесь и под скелетов копейщиков и под этого сфинкса чуть-чуть все-таки припаздывает у нас крок гар вот он под хладнокровием здесь хилится и заходит он в атаку на сфинкса усеква и здесь же у нас по очень классная такая расстановка сейчас то есть сдерживается за счет уже озвученного вот эта фронтальная линия тылы охраняются скелетами копейщиками и сфинксом соответственно это дает возможность лучником скелетом и ушибки с большими луками отрабатывать по шраму ветерану и почему-то от храмовой стражи у нас вот только сейчас она подходит к основному месту сражения в общем то достаточно такой удачный тактический маневр то есть она фуловая подходит и сейчас она обрушится всей мощью на сфинкса если его отсюда не убрать вовремя ну а между тем у шепки и лукари продолжают накидывать по тому же шраму ветерану более того что у нас здесь откидывается пока ничего соответственно да вот видите подошла эта храмовая стража и пошла обработка бежит когорта с цинков вообще просто задрав штаны очередной либер мортиз позволяет по-прежнему сдерживать фронтальную линию тамбам более того просаженные у шепки храмовая стража вот этот отряд он практически ну не практически а проигрывает все-таки милишную схватку алибардистом алибард щекам стражи гробниц и попадает у нас некрасфинкс то есть вот то о чем говорили одна цель и два единичных бьют хотя посмотрите под велом своего некрасфинкса и под архана черного и под алибарды чтобы они помогали справиться с крок гаром но к сожалению не удается и кстати еще один интересный момент на который я вот обратил внимание это использование падальщиков то есть посмотрите как их используют в данной ситуации викинг он использует их именно как юнит сдерживающий оставшиеся уже без прикрытия у шепки атакуются шрамом ветераном на которого откидывается похищение и естественно начинает бесчинствовать по тылам крок гар который не дает стрелять но и очень такой правильный вызов именно место вызова у шепки поскольку добиваются пытается добить остатки алибард который опять-таки у нас снова под клинком из гробниц то есть второй раз клинок за бой мы видим откидывается и именно на вот этот вот отряд стражей вызываются у шепки чтобы атаковать отряд заворов воинов со щитами которые все-таки всеми правдами и неправдами замордовали у 10 скелетов копейщиков ну а между тем крок гар чаржит по тылам стражу гробниц причем обратите внимание в общем-то стража гробниц достаточно хорошо сдерживает натиск как храмовой стражи посмотрите как долго они здесь простояли так и натиск заворов воинов этих вот со щитами хотя стоимость в общем-то практически одинаковая ну и пытается либер мордис естественно очередной откидывается пытается завром своим и крок гаром все-таки достать до ушепки большими луками его посмотрите снова следует атака видите как падальщиками на того же самого шрама и не догоняет ушепки соответственно вынужден вытаскивать крок гора да он хоть и здесь прожимает быстроту ицля но тем не менее они пока не про атакованы соответственно у нас круг гар с основного поля боя он не участвует в основной схватке и не нет у него возможности помочь своей храмовой стражи и в целом наконец поединка мы видим что концу в общем-то пехотное сражение ну закончилась так скажем паритетом между тамбами и лизардами что явно естественно в этой ситуации больше на пользу тамбам нежели тем же лизардом то есть пехотное сражение вышли один в один несмотря на то что качество пехоты было гораздо выше у тех же самых лизардов и вот умирают остатки стражей гробниц но живые эти но горят горят падальщики и не факт что вот заходит великолепно длань богов но и здесь уже конечно же тамбам не выстоять очень напряженный такой поединок храмовая стража два отряда посмотрите нарубили великолепно за сотку всадников на террадонах вообще их заметно не было в ходе поединка то есть вот эти три падальщика достаточно жестко разобрались и со жрецом сынков и разобрались этими всадниками на террадонах то есть практически их заметно в ходе боя не было ну успел там что-то жрец откинуть пару раз роковую стаю и все на этом ну и не факт что если бы не длань богов лизарды выстояли бы хотя в общем то я так думаю что вторая длань богов была уже кинута только потому что она была вот лакса и я думаю те остатки хп которые вот были у крокгара на конец поединка их бы вполне хватило для того чтобы прижать архана черного ну пожалуйста вот такой вот состав в общем то неплохо он был заигран Hud в в в в Продолжение следует...